МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспоминания о лете, специальные репортажи о празднике в парке мини-строэ для первоклашек и их родителей и о традиционном фестивале искусств и ремесел Хуцо Тайо Цер в Иерусалиме. След в истории. Еврейский художник Моисей Гамбурд. Документальный рассказ наших молдавских коллег. Здравствуйте, друзья! Сентябрь – это месяц начал. Начало нового еврейского года, начало осени, время возвращения к учебе и работе, время надежды, новых планов. Увы, этот теплый осенний месяц навсегда помечен скорбными датами. Черным сентябрем Мюнхенской Олимпиады, 11 сентября в Нью-Йорке. Нынешний сентябрь может стать месяцем признания Генассамблеи ООН независимого палестинского государства. Так что наш народ может ждать новые политические испытания. Возможно, только к Йом-Кипур судному дню мы будем знать, что ждет Израиль в новом 5772 году. 20 сентября палестинская делегация намерена вынести на голосование в Генассамблее ООН вопрос о признании независимости палестинского государства. Таким образом, палестинцы упорно продвигают свой оперативный план, разработанный совместно с Лигой Арабских стран и озвученной главой палестинской переговорной группы Саиба Марикатом. После признания на Генассамблее, следующий рубеж – Совет Безопасности, где палестинская автономия будет добиваться своего полноправного членства в ООН. Когда это случится, заявил Арикат, переговоры уже будут вестись в контексте оккупации одним государством, членом ООН, другого. Все уже будет иначе. Под оккупацией имеются в виду все территории, занятые Израилем во время шестидневной войны 1967 года, не принадлежавшие ранней палестинской автономии, которая возникла лишь четверть века спустя. Махмуд Аббас, председатель автономии, неоднократно подчеркивал, что эти земли во Иудее и Самарии должны быть полностью зачищены от евреев. А 27 августа в Рамале еще раз заявил, что палестинское государство никогда не признает еврейский характер Израиля. А Виктор Либерман, глава Израильского МИДа, полагает, что эти слова раскрывают истинный смысл и конечную цель Сентябрьского демарша. Государство Палестина – место государства Израиль. Ну и личные амбиции господина Аббаса в качестве катализатора. Все-таки в основном это связана инициатива не с интересами палестинской автономии, а с личными интересами Аббумазна, которые, смотря на примеры всех остальных своих соратников по арабскому миру, от Бен-Али в Тунисе до Мубарака в Египте, думаю, ищет то, что называется exit strategy, то есть достойного выхода из создавшейся ситуации. И поэтому две его основные инициативы. С одной стороны, примирение в среде палестинцев, то есть мирное соглашение с Хамасом, который объединит палестинцев. С другой стороны, формальное провозглашение палестинского государства. С этими двумя козырами он сможет смело уйти на пенсию, как он думает, обеспечить себе светлое будущее где-нибудь в странах Персидского залива или в Амане. И с другой стороны, оставить свое такое политическое завещание в аналог истории, где он хочет явно занять место более высоким Арафатом. Ради этого Махмуд Аббас не только примирился с враждебной Арафатом в организации Хамас, но и посягнул на исторические, подписанные Арафатом, норвежские соглашения, где четко прописан отказ от односторонних действий. Таким образом, палестинские лидеры де-факто дезавуируют соглашение ОСЛА, которое, собственно, и дают легитимацию палестинской национальной автономии. Самоголосование в ООН – это явный юридический казус. С демагогической точки зрения, понятно, скажут, что палестинцы предпочитали идти по пути ОСЛА, Израиль не согласился. То есть, понятно, сделать то, что называется, такую игру-симуляцию и представить, кто что может сказать, тем более по принципу бумага все стерпит. Но, опять же, во-первых, я еще совершенно не уверен, что сценарий будет таким. Пока что мы слышим из разных европейских столиц, что у них нет никакого намерения всерьез играть в эту игру. То есть, ну, конечно, скажут, да, вот, полагается, палестинцам, государствам, но я совершенно не уверен, что немедленно будут направлены послы или что-нибудь в этом роде. На самом деле, за послами дело не станет. Палестинская автономия рассчитывает, и вполне реально, на поддержку 150 из 192 стран-членов ООН. Лишь вето Соединенных Штатов в Совете Безопасности предотвратит признание государством террористического анклава, не способного ни к добрососедству, ни к созиданию. Любопытно, что сейчас палестинские арабы добиваются того, от чего сами отказались 64 года тому назад. Они не признали решение ООН о разделе Палестины в 1947 году и отказались от своего государства. Мы, например, после решения о разделе Палестины на еврейское и арабское государства приняли это решение. Организация объединенных наций получили войну, получили агрессию пяти арабских государств. Так что я не предлагаю нам ответить агрессией на агрессию, но если что-то и происходит в Нью-Йорке, то это только такой первый символический шаг. Кто, как не мы в Израиле, знает, что такое строить государство. Было пролито немало пота и немало крови. Крови было достаточно. И это то, чего меньше всего хотел бы Израиль в продолжении своей истории.